Дома сдадут в этом году. Губернатор Денис Паслер и прокурор Оренбургской области Руслан Медведев встретились с дольщиками зданий на улице Планерной. За руль квадроцикла и снегохода помота права. В России изменены правила управления этим транспортом. Оренбургские аграрии готовятся к весеннему севу. Качество заготовленных семян проверяют спецлаборатории. Театр кукол готовит благотворительный спектакль. Вырученные средства будут перечислены в фонд «Защитник» для нужной передовой. Продуктивная подготовка. Оренбургский слэдж-хоккейный клуб «Ястребы» провел серию товарищеских матчей с молодежной сборной России. Это новости дня. В студии Артем Гарнов. Здравствуйте. Мы готовы рассказать о самых заметных событиях города и области. И начнем с официальной информации. Дома сдадут в этом году. Губернатор Денис Паслер и прокурор Оренбургской области Руслан Медведев встретились с дольщиками на улице Планерной. Они обсудили вопросы восстановления прав участников долевого строительства. То, что касается внутренних работ. Электрика готова, сигнализация готова, электрика готова. Про воду мы или про... Нет, правильно так сказываю. Только про воду пока. Стройка идет полным ходом. Губернатор убеждается в этом лично. Многострадальные дома на улице Планерной встретят своих хозяев уже в этом году. Напомним, строительство началось еще в 2018. Однако возведение зданий приостановлено в 2022 году. Застройщик обанкротился, а главу компании обвинили в мошенничестве. Идет уголовное расследование. Наложен соответствующий арест на ее имущество, которая достаточна для обеспечения причиненного вреда. Расследование продолжается. Буквально ждем заключения одной строительной экспертизы. И будем предъявлять окончательное обвинение и направлять дело прокурору для решения вопроса об утверждении. Нами выявлены еще дополнительные эпизоды преступной деятельности предыдущего подрядчика, застройщика. Там будет не один человек привлекаться. Будущим собственникам квартир пришлось не сладко. Планы въехать в дома еще в 2020 году рухнули, а обещания застройщика из раза в раз не выполнялись. Помимо взносов по ипотеке приходится платить еще и за съемное жилье. Не всем это по силам. Надежда Новичкова вместе с мужем и маленьким сыном надеялась начать жизнь в собственной квартире еще 4 года назад. Пока шли разбирательства с подрядчиком, у пары появился второй ребенок. Лично мы сейчас уже, мы не тянем аренную плату. Мы сейчас проживаем с родителями, с моими родителями, с детьми. Одной такой большой семьей. От работы, да, очень далеко. И от моей работы, и от работы мужа, соответственно. Мы здесь выбирали изначально, потому что здесь развита инфраструктура. В 2023 году к истории подключилось областное правительство. На законодательном собрании было принято решение о выделении 450 миллионов рублей из областного бюджета для завершения строительства. Найден новый подрядчик. Теперь это Су-56, который обязуется сдать дом номер 4 летом этого года. А дом номер 11 осенью. Несмотря на те, которые были сложности, связанные с застройщиком предыдущим, мы обязательно все доведем до ума. В этом году вы все получите. Вы не должны сомневаться ни в коем случае. А пока работы продолжаются. Виолетта Широкова, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Два новых автобусных маршрута начнут работу на улицах Оренбурга с 1 февраля. Такую информацию администрация Оренбурга опубликовала в официальном телеграм-канале. Накануне администрация города заключила контракт с муниципальным перевозчиком. Компания будет обслуживать маршруты номер 84Н и 56Н. Первый свяжет между собой Мегамол Мармелад и железнодорожный вокзал. Второй будет курсировать между Мармеладом и Сакмарской ТЭЦ. В мэрии заверили, что учли просьбы горожан и продлили маршруты, насколько это было возможно. Сами оренбуржцы заботу администрации не оценили. В комментариях к посту в официальном паблике города люди недовольны сменой привычных номеров и схемой передвижения маршрутов. Маршрут 84Н – это на 90% дублер маршрутов 66, 59Н и 80Н. Ситуация сложилась такая. На Пролетарской на маршрутах 59Н и 6-м очень мало машин. Порой едут друг за другом, потом час нету. 80Н тоже не совсем часто ходит. Почему бы не подумать? Либо соединение маршрутов 6 и 59Н. Тогда интервал немного сократится. Или номер 6 пустить на Мусы Джалиля. Как убрали 12-й троллейбус, в час пик только 26-й один остался в этом направлении. Всегда забит уже с первых остановок. Оренбуржцы также интересуются, когда выйдут на линии автобусы, которые были обещаны ранее. Когда запустят 83Н? Почти год ждем. В Южный уехать с Гагарина можно только битком. Транспортная реформа в городе продолжается. Однако пока перемены вызывают у горожан много недовольства и практически не влияют на качество перевозок. В России упростили правила управления снегоходом и квадроциклом. Теперь сесть за руль такого транспорта могут обладатели водительских удостоверений с разными категориями. Ранее для этого было обязательно иметь удостоверение тракториста-машиниста. Во всех нюансах разбиралась Елена Еремина. Изменения пользованием, квадроциклом и снегоходом диктуют новый федеральный закон. Он вступил в силу с 29 декабря прошлого года. Управлять таким транспортом могут обладатели водительских удостоверений с категориями А, Б, С и Д. Уже без прав тракториста-машиниста, как раньше. У мотоциклистов каких-либо ограничений нет. А вот у водителей автомобилей, грузовиков и автобусов есть. Водительские удостоверения, подтверждающие право на управление транспортными средствами категории Б, С и Д, подтверждают также право на управление самоходными машинами категории А1. В случае и при соблюдении условий, установленных частью 2.2 статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2021 года номер 297 ФЗ о самоходных машинах и других видах техники. Такие водители перед использованием квадроциклов и снегоходов должны будут составить договор аренды. Обязательное условие – инструктаж по управлению техникой, а также обеспечение ее безопасной эксплуатацией. Ведь водители транспорта с автомобильной посадкой и рулем не имеют навыков вождения транспорта с мотоциклетной посадкой. Бывают разные дорожные условия, где-то бывает застрянешь и приходится слазить с техники в снег. Константин – инструктор самоходных машин. Семь лет практики. У него и удостоверение тракториста-машиниста, и водительские права категории А, Б, С и других. Удостоверение мастера производственного обучения по подготовке водителей транспортных средств. Но профессионал уверен, какие бы ни были документы на руках и опыт за плечами, всегда нужно уделять особое внимание и вопросу безопасности. Перед выездом в первую очередь подбирает экипировку – шлем и подшлемник, штаны, ботинки, перчатки. Проверяет, все ли в порядке с техникой. Но и в пути нужно быть бдительным. На снегоходе можно разогнаться до 200 км в час, но мы выбираем среднюю безопасную скорость – 20 км в час. Но кем бы ты ни был – водителем или пассажиром, и какая бы скорость ни была, нужно всегда внимательным. Константин, есть ли какие-то опасности сейчас? Сейчас в данный момент у нас опасности такие диражи, соответственно, правильно еще раз выбираем скорость и двигаемся, чтобы, соответственно, было максимально все безопасно. Именно неправильная скорость, несоблюдение дистанции зачастую приводит к ЧП, говорит Константин. И в этом году уже был такой случай. Заехали лыжи, и, соответственно, лыжа сломалась, и все, и техника, соответственно, встала. То есть пришлось эвакуировать. Уже в январе этого года в Оренбурге два раза сотрудники МЧС спасали управляющих снегоходами. В Аркинском районе мужчина потерял ориентир вечером. Транспорт вышел из строя. Во втором случае в Минногорском городском округе техника перевернулась. Еще одно правило – нужно выбирать правильную погоду, следить за прогнозом. Не рекомендуют выезжать на квадроциклах и снегоходах в сильные морозы. Риски увеличиваются кратно. Сегодня погода, можно сказать, подыграла. Минус 13 градусов, солнечно, нет осадков ветра и тумана. С собой же необходимо брать горячий чай, средства связи, теплую одежду и то, что необходимо для техники. И всегда помните о правилах, говорят специалисты. Нарушителям новых правил грозит лишение прав до шести месяцев или штраф от 500 до 1000 рублей. Елена Геремина, Семен Воробьев, Новости дня. Сейчас прервемся, и вот что будет в нашей программе далее. Оренбургские аграрии готовятся к весеннему севу. Качество заготовленных семян проверяют спецлаборатории. Театр кукол готовил благотворительный спектакль. Вырученные средства будут перечислены в фонд «Защитник» для нужной передовой. Продуктивная подготовка. Оренбургский слэдж-хоккейный клуб «Ястребы» провел серию товарищеских матчей с молодежной сборной России. Оренбургские аграрии готовятся к весеннему севу. Для проведения ярового сева 2024 года сельхозтоваропроизводителям области потребуется 270 тысяч тонн семян, сообщают в региональном Минсельхозе. На сегодняшний день обеспеченность семенами в целом по области составляет 98%. Недостаток семян к началу ярового сева будет восполнен за счет субсидирования, межхозяйственного обмена, приобретения за счет собственных или кредитных средств внутри региона и за его пределами, сообщают специалисты. Что касается проверки засыпанных семян на сортовые и пассивные качества, то на проверку представлено почти 140 тысяч тонн семян. Это чуть больше половины от засыпанного объема. По результатам проверки на пассивные качества 93% семян являются кондиционными. Формирование партии семян к яровому севу 2024 года в сельскохозяйственных предприятиях области продолжается, и к началу весеннего сева будет в полном объеме доведены до пассивных кондиций. В соответствии с предварительным прогнозом на предстоящий урожай, пассивная площадь в области составит 4 миллиона гектаров. И теперь информация для тех, кто интересуется ситуацией на валютном рынке. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Оренбургский театр «Кукол» 24 февраля даст благотворительный спектакль «Ястребок». Показ приурочен ко Дню Защитника Отечества. Таким образом, театр желает выразить уважение российской армии и оказать поддержку военнослужащим, находящимся сегодня на боевых рубежах. Вырученные средства будут перечислены в фонд Оренбургской области «Защитник». Спектакль «Ястребок» рассказывает истории детей-героев Великой Отечественной войны и основан на реальных письмах. В 2010 году постановка была удостоена губернаторской премии в сфере культуры и искусства «Оренбургская лира». Романтика-героическая драма поставлена по повести Ирины Яна Златопольских. Спектакль в репертуаре театра показывают больше 10 лет. Но сегодня, в современных условиях, постановка заиграла новым смыслом. Все деньги, собранные за этот спектакль, мы перечислим в фонд, областной фонд «Защитник», который занимается поддержкой семей военнослужащих, военнослужащих, которые находятся на рубежах нашей родины, реабилитации военнослужащих. Так что это решение нашего общего коллектива. Подобные акции театр проводит не в первый раз. Летом прошлого года благотворительный спектакль собрал деньги для жителей Шебекина, которые пострадали в результате обстрелов со стороны Украины. В областном театре «Кукол» надеются, что и в этот раз оренбургцы поддержат артистов и придут на благотворительный показ спектакля «Естребок». Каждую субботу команда «Пять верст» вместе с желающими собирается в парках города, бегут или проходит дистанцию в 5 километров. В Оренбурге такая возможность есть. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» областной центр меняется из года в год. Так, на многокилометровой набережной Урала есть все условия для того, чтобы люди могли заниматься спортом. Морозное утро на набережной, легкая разминка перед забегом. Здесь люди самого разного возраста, кто-то приходит всей семьей. Главное, что объединяет – желание быть здоровыми, поддерживать себя в форме. Бег на дистанцию в 5 верст дает массу энергии. Для занятий спортом это место выбирает все больше жителей Оренбурга. Благодаря национальному проекту наш город меняется, становится больше общественных пространств, больше возможностей. У нас появилась замечательная набережная многокилометровая, которая стала центром притяжения наших любителей бега. В Оренбурге обустраивается и улица Советская. Экопарк «Березка» – такое количество пространств появляется благодаря национальному проекту. Эти популярные оренбуржцы в территорию отдыха заметно преобразились. Проведен целый комплекс работ по реконструкции. Очень здорово, что таких пространств не только набережная, что такие пространства есть и в парке имени Ленина, и парки, которые открываются по всей нашей области, в Орске, в Узулуке. Ну и это такая приятная возможность для людей проводить время в любимом городе, еще при этом занимаясь полезным делом, занимаясь спортом. В этом году обустройство набережной Урала и второй этап реконструкции улицы Советской продолжается. Впечатления оренбуржцев положительные. Многие с нетерпением ждут наступления теплой погоды, чтобы можно было в полной мере использовать обустроенные территории. В рамках обновления смонтировано новое освещение, обустроены велодорожки, уложена плитка. Проектом предусмотрены установка малых архитектурных форм, урн и скамеек, а также озеленение территории. Спуски очень удачные такие к Уралу. Там не один, несколько их. Мне нравится, особенно лет. Ну и сейчас, конечно, очень хорошо. Вот приехали на прогулку с детьми, все красиво, изменилось, все уютно. Мне очень понравилось, что заменили старую плитку на более крепкую, и это смотрится более лучше. Оренбуржцы с радостью совмещают приятное с полезным. Бег в благоустроенной территории приносит еще больше удовольствия и заряд сил на целый день. Айнур Алиева, Семен Воробьев, Новости дня. О спорте. Продуктивная подготовка. Оренбургский слэдж-хоккейный клуб «Ястребы» провел серию товарищеских матчей с молодежной сборной России. В Ледовом дворце Звездной областного центра Оренбургская команда встречалась с национальной молодежкой, в которую входили самые перспективные игроки страны в возрасте от 14 до 21 года. Большей частью старшие юниоры. Изначально планировалось, что сборная приедет к нам летом в рамках подготовки к сезону. Из-за международных встреч поездка откладывалась, и вот сейчас все сложилось. Юниоры приехали и за три дня сыграли с хозяевами три раза. Наконец-то они приехали, сыграли три таких качественных, хороших игры. Все очень здорово. Ребятишки с молодежной сборной просто класс, молодцы. Прям борются, бегут, стараются. И для нас опыт хороший, и для ребят с молодежной сборной. И вроде как решили, что почаще такие встречи организовывать. Может, мы сейчас к ним в Москву рванем. Оренбургские тренеры в каждой из встреч дали сыграть по одному периоду вратарю детской команды. Из-за того, что с юниорами не смогли приехать трое основных игроков, хозяева отрядили соперникам молодого талантливого Тухватулина. И тот стал одним из лучших, забивал землякам. Взрослая команда, как и ожидалось, была сильнее. 9-0, 10-3 и 6-1. Но выигрыши оказались обе стороны. Наша получила неплохую практику, а сборная – опыт. Единственное, по-прежнему играем короткой скамейкой. Всего восьмером. Это очень тяжело. Нужны три пятерки. Расчет на вернувшихся из зоны СВО бойцов пока не реализуется. За последнее время трое пришли, один пока вроде остался, но посмотрим. Ребята сейчас должны подъезжать у нас там. Есть уже на карандаше, они в движении, скоро приедут. Готовим под них экипировку, все под них готовим. Посмотрим, надеемся, что за этот сезон, за этот год у нас в планах набрать человек от 7 до 10 человек в зоне СВО. В рамках тренировочной работы в середине февраля у Ястребов запланированы три контрольные встречи со сборной Казахстана. А следующий, третий тур чемпионата России пройдет в марте в Ханты-Мансийске. Анатолий Юденич, Семен Воробьев, Виктор Горшенев. Новости дня. На этом все. Еще больше информации на нашем сайте orttv.ru, а также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой или стали участником интересного события, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова